Привет, друзья! Рубрика «Контрольная закупка» и сегодня у нас на дегустации лапша быстрого приготовления. Купленная в магазине «Светофор» за 53 рубля. Чем же мне обычнее показалась эта лапша? То, что называется она бешбармак. Да еще и с тушеной бараниной. Лапша быстрого приготовления. Как может лапша быстрого приготовления быть бешбармаком? Очень сложно себе это представляют, но все же. 120 грамм. Вот в такой мягкой упаковке она продается. По составу. Состав здесь, конечно, очень сложный, но лапша, в принципе, обычная. Мука из твердых сортов пшеницы, высшего сорта. И в остальном здесь уже идет именно специи. Тут ешки, гмешки, но это все понятно, в принципе, все предсказуемо, конечно. Давайте смотрим. Люблю я лапшу быстрого приготовления. Знаю, что никакой пользы в ней абсолютно нет. Но побаловать себя немножко иногда люблю. Лапша квадратная, квадратной формы. Вот так вот она выглядит. Большая. Смотрите, у меня довольно-таки крупная чашка, тарелка. Я не ломаю. Многие говорят, что ломают. Я нет. Я люблю, когда тянется на вилочке. Вот так. Смотрим комплектацию. Вот так высыпем. Все до последней крошки. Ничего не должно пропасть. Ну, смотрите. Это, я так понимаю, самый главный у нас компонент. Жир. Говяжий. Я когда сейчас все ингредиенты высыплю, залью кипятком, написано, способ приготовления, 3 минуты надо запаривать. Я запариваю больше. Минут, наверное, 6 минимум. Мне нравится, чтобы все-таки пропиталось лучше. Ну, вот эта лапша впитала в воду, соответственно, все вот эти соусы растворились. Так, ну, запах хороший у этой приправки. Ну, это не приправа, да? Это жир, я так понимаю. Так, ну, конечно, забыл взять. Следующая у нас это суповая основа. Вот так выглядит суповая основа. Красненькая этикетка. Сейчас высыплю, покажу. Ну, порошочек, в принципе, как в дошираке. Как в дошираке. Мне вот очень удивительно и непонятно никогда. Когда делаешь это все не на камеру, так аккуратно все получается. Почему-то, когда на камеру, все из рук валится. Ну, в принципе, здесь только я вижу сушеные травы. Лучок, наверное, что-то еще. В общем-то, вот так. Давайте не будем на этом долго заострять внимание. Вот так это дело все выглядит в высыпанном состоянии. Заливаю кипятком, ставлю на паузу. И, соответственно, вы уже увидите готовую заваренную лапшу, которая простоит у меня примерно около 6 минут. Я люблю побольше воды специально лить, чтобы потом бульон этот похлебать. Все, ребят, вот так заварил. Сейчас накрою крышкой. Все. Для вас это пройдет 1 секунда, для меня 6 минут. Так, ну все, продолжаем. Хочу сказать, я, конечно, поспешил высмеивать данную лапшу, потому что аромат у нее действительно очень хороший. Я понимаю, что добивается он, скорее всего, искусственным путем. Не скорее всего, а точно, да? Что здесь может быть? Хотя, в принципе, на жир было похоже. Вот это все дело. Заварил я около, не знаю, 6-7 минут. Ну, чем мне понравилась, опять же, лапшичка, я пока еще не пробовал ее. Я вот только сейчас включил камеру и показываю, что она крупная и твердая. Действительно, как бы из твердых сортов пшеницы. Я не знаю уж, кто берет за эталон доширак. Как-то принято, что доширак считается как более эталонная. Мне она совершенно не нравится тем, что по текстуре, когда разваривается, запаривается, она становится мягкая. То есть, она и на лапшу-то не похожа. Но лапша должна быть как-то твердая, текстурная какая-то. Доширак превращается в какую-то, в какой-то клестер, так скажем. По аромату, хочу сказать, жиринки вот плавают даже. Ну, похоже, по крайней мере, на бульон, тот, который должен быть. И по аромату. Очень похож аромат. Тогда, когда заваривают бульоном лук, ну, в бешбермаке, который используется бульоном, запаривают лук. И вот стоит такой сумасшедший, такой запах вкусный очень. И мне он нравится. Я вообще, честно сказать, люблю бешбермак. Очень люблю. Хоть и редко его делаю. Но люблю бешбермак, и поэтому знаю запах. Но вот я и одно не понимаю, зачем они сюда добавили траву такую. Есть трава базилик, по-моему, да, базилик. Вот я отчетливо чувствую запах базилика. Но он здесь совершенно не нужен. Зачем в бешбермаке базилик? Ладно, давайте пробовать. Кстати, зацените, как новое качество звука и картинки. То есть, снимаю на Galaxy Z Fold 2 также, только в 60 кадров, и микрофон поставил рядом, через удлинитель. Но это те, кто над качеством в прошлый раз ругался, что эхо было, и все, сейчас должно быть получше. Пробуем. А базилик здесь точно есть. Но лапшу запаривать надо даже еще дольше. Не до конца она провалилась, но не как доширак. Она твердая, хорошая. Бульон хороший, хотя я и воды много налил. Я не знаю, это, мне кажется, литровая у меня тарелка, чашка. Очень здоровая. Вы посмотрите, тут, в принципе, и лапши. Она полная лапши. Так еще и воды много, опять же. Ну, я явно вот эту вот корыто не съем. За раз 120 грамм сухой лапши было. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Ну, понятное дело, что от настоящего бешбармака очень далеко. Но за счет вот этих вот усилителей вкуса, ароматизаторов и прочих вещей, они добились вкусового эффекта. Есть сходство. Но лапша, конечно, нет, потому что в лепешках бешбармака используется такая лапша. Ну, раскатанная, в смысле, лепешки раскатанные. А здесь все-таки это, конечно, чувствуется, что лапша быстрого приготовления. Как пропаренная она вот эта. Вот я не знаю, зачем они базилик добавили. Вот не добавили бы базилик, было бы намного лучше. Для чего? Я не люблю базилик, вот по моим ощущениям он пахнет, как клопами какими-то вот. В детстве, наверное, многие из вас тоже, да, натыкались в малину или какую-то ягоду, едите, и раз, какая-то горечь, а вы понимаете, что клоп был. Бульон все равно вкусный. Немножко такой мук-банк, подольше поем. Чтобы все обзоры были более тщательные и подробные. А не так, быстро попробовал, а что все, нет. Давайте как раз немножко и мук-банк. Вы просите мук-банк, а мук-банк в последнее время нет. Потому что не готовлю ничего, ленюсь, жара вот эта. Но мне нравится. Ладно. Давайте вердикт решения. 53 рубля. Не намного-то дороже, чем доширак, в принципе, да, доширак, ну сколько? 40-45, может быть, примерно, везде по-разному. Но доширак она будет в два раза меньше, учитывайте. И, ну, на любителя, но мне по текстуре вот эта мягкость его не нравится. Ну, опять же, вот для тех, кто любит бешбармак, хочет хотя бы хоть как-то немножко, да, себе напомнить об этом вкусе. Может, давно не ел, как я вот, например, давно не ел бешбармак. Очень даже ничего. Я вот на работу раньше часто брал лапшу быстрого приготовления. Не помню, когда брал доширак, я совершенно оставался голодный. Вообще не наедался, да. И роллтон брал. Вот роллтон по текстуре мне нравится больше, опять же. Вот это ближе к роллтону. То есть лапша все-таки тверденькая такая, она жуется. А доширак, он просто как клестер, его ложишь в рот, он, ну, та, это, не знаю, я не люблю. А это даже вот не теряет волнистость свою. То есть она вот заварилась, лапша эта. Вы видите, она свою волнистость не теряет. И опять же, она толстая, толще намного, чем дошираковская. Ближе к роллтону, да, по составу похоже. Как бы, да, можно попробовать на работу брать. Вот это бы я точно бы наелся. А тем более, если и с хлебом. Сейчас еще майонезик добавлю, я поем. Сейчас же как раз-таки у меня время уже полдвенадцатого. Я еще ничего не завтракал, не ел вот так. Так что, кто на работу, вот если взять, то можно даже на двоих, в принципе, поесть. Опять же, с хлебом и майонезом. Можно колбаски. Ну, тут уже извращение, конечно. Я знаю, у меня на работе многие так и делали. То есть все подряд туда вот это нашпигуют. А я почему-то всегда любил, то есть оригинальный вкус чувствовать. Я не любил вот это вот апгрейды делать, колбасу туда пихать там. Майонез, да, майонез люблю добавлять. Но не более. Так что, вот такой обзор, друзья. Впереди, кстати. А куда же я делал? А баночку я унес. Ладно. Следующий ролик будет про дегустацию. Прям именно купленное, не то что купленное в светофоре, а я не знаю, что это означает. Марка прям светофора. То есть окорок в железо-жестяной банке. И на нем прям такие, ну, светофор нарисованный. То ли светофор рекомендует, то ли сам светофор производит. То есть я так до сих пор и не понял. Вот прям в следующем обзоре вы обязательно это увидите. Продегустируем, попробуем. Вам спасибо большое всем за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Пишите, как вам качество звука и картинки новое. Пока.